Одна из старейших площадей Бурнаула – Демидовская, говоря по-современному, центр притяжения. Зимние забавы до революции 1917 года в Бурнауле проходили именно здесь. Вообще Демидовская площадь, конечно, тогда, в начале 20 века, она была что-то типа площади Сахарова сейчас. То есть, да, главной елки еще до революции не было, вот как мы привыкли с советских времен. Но уже не кипело. Да, здесь дело в том, что проводились ярмарки, а там, где ярмарки, там гуляния. Уличные фокусы, продажа блинов и катание на коньках. Каток здесь заливали на всю площадь. Точно известно, что на льду катались и взрослые, и подростки. А вот выходили ли на лед Бурнаула женщины, доподлинно неизвестно. А вот это вопрос, катались ли девушки на коньках? Коньки, они же и для мужчин, и для женщин. Это понятно. Но, может быть, считалось неприличным для девушки кататься на коньках. Сто лет назад не было такого праздника, как Новый год. Было Рождество, к которому тщательно готовились. Прибирали дом, готовили вкусные блюда. Самые масштабные гуляния проходили по современному адресу Ленина 18. Здесь же ставили первые елки в домах. Самые богатые, самые известные елки были здесь, в доме начальника Алтайского округа. То есть, грубо говоря, губернатора. Но если так можно сказать, что здесь были губернаторские елки, но не в смысле, как сейчас, для детей, а у губернатора елки. Это было ближе что-то к балу-маскараду. Главной задачей было не наесться и напиться, а навеселиться. Подарки дарили, но детям чаще всего сладости, которые в начале 20 века могли даже не производить в России. А еще в праздник посещали церковь. Одной из важных точек был Петропавловский собор на площади Свободы, просуществовавший до 1935-го. С приходом советов, отменивших религию, на площади встали строить снежный городок и устанавливать елку. Сосна, наша любимая. Ну, наверное, это, может быть, и пихту привозили, почему нет. Откуда там? Ее украшали? А вот, честно говоря, нет. А в тумане? Ну, да, я думаю, что да. Ну, не так, как сейчас, там, какими-то гирляндами, да. Но я думаю, что какие-то игрушки вешали. То есть символизм был? Был, был, был. Позже елки стали появляться повсеместно, а в середине 1940-х власти отделили праздничные традиции в формате Нового года от запрещенного христианского Рождества. И довольно скоро Дед Мороз и Снегурочка стали четко ассоциироваться с 31 декабря. Спустя почти век Новый год по-прежнему сочетает в себе фольклор и советскую атрибутику. Анастасия Драган, Дмитрий Денисов. День с толком.